Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Это Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем ситуацию на фондовых рынках. Поговорим об основных событиях, ну, ежели есть таковые. Ну и традиционно спрогнозируем, а что же будет, какова температура в больнице. Итак, сегодня у меня в гостях Олег Шагов, аналитик промсвязь банка. Добрый вечер, Олег. Добрый вечер. И Михаил Молодов, директор департамента торговых операций инвестиционной компании «Максвилл Капитал». Добрый вечер, Миша. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, напоминаю, телефон прямого эфира 6510-996. Звоните, задавайте вопросы, спрашивайте, в конце концов прогнозы сегодня будут. Это всегда интересно. Спрашивайте, либо вопросы вы можете опубликовать на сайте адрес finam.fm. Ну и традиционно давайте посмотрим на то, что творится сейчас на финансовых площадках. Американцы открылись и есть возможность широкую картину нарисовать. Полную картину. Итак, американцы в небольшом плюсе. Доу Джонс прибавляет чуть больше 0,2% на текущий момент. 18,4% в Москве. СНП-500 также в той же динамике. 1407, его текущая котировка. Индекс РТС небольшой плюс. Чуть больше полпроцента. ММВБ также. Слушай, прям они как сегодня близнецы-братья. Значит, сырьевые рынки. Смотрим на бренд. 111,91. Ну, после вчерашнего... По сравнению с вчерашним закрытием тоже небольшое приобретение. Чуть больше 0,1%. Хотя вчера все-таки, да, мы видели выше 112 за баррель. Золото. 1600 долларов за тройскую унцию. Час назад неожиданный пролив был. Практически на 20 долларов. Ну, сейчас вот восстанавливается золото. Ну и индикатор валютного рынка евро-доллар. Выше 23 фигуры. 1,23. 40 текущая котировка. Практически сегодня в узком диапазоне торгуется эта пара. Ну и набор голубых фишек. Такой скучный какой-то набор. Чуть больше. Все в зеленой зоне. Ну, в подавляющем большинстве. Ну, так как-то достаточно скромно. Итак, уважаемые коллеги, уважаемые гости. Расскажите, что же происходит на фондовых рынках, Олег? Ну, после Майского пролива мы уже третий месяц по чуть-чуть подрастаем. Но пока не можем выбраться на майские уровни. Подрастаем все-таки, да? Третий месяц июнь в плюсе. Июль в плюсе. Вот теперь и август уже почти середина месяца. Пока в плюсе. Ну, подрастаем вяло. Люди опасаются новой волны кризиса осенней, как это обычно бывает. Поэтому обороты торгов небольшие. Плюс еще накладывается период летнего такого затишья, отпусков. Давно таких низких оборотов не было на российском рынке. Если посмотреть на историю, ну, наверное, с кризиса где-то 2008-2009 года рынок был таким достаточно вялым. То есть после кризиса, да, сразу? Скорее в период кризиса. Ну, если говорить о падении там. Да, после того, как все рухнуло, да? После того, как все рухнуло, и все замерли, и выжидали. А что же будет дальше? Будем еще ниже или нет? И вот приблизительно такая же ситуация и сейчас. То есть все ждут. Может быть, будет хуже, поскольку осень. И тем не менее подрастают. Ну, потихоньку подрастают, потому что растет нефть, потому что растут американские и немного европейские индексы прибавляют. Волатильность снижается рыночная. ВИКС, американский индекс фолновой волатильности, который еще называют индексом страха инвесторов, он опустился до пятилетних минимумов вчера по закрытию торгов. В общем, совокупность факторов, она благоприятна, скорее, легкому такому подъему, нежели снижению. — Миша, вот мы говорим сегодня о событиях, основных событиях, ну, текущих хотя бы, да? Есть ли они, эти события? Что-то как-то мы, ну, по крайней мере, неделю-две-три назад бурно обсуждали какие-то статистику макроэкономическую. И там обсуждали мы, да, выступления европейских политиков, по крайней мере, или там заседание Федрезерва того же, господина Бернанки с его намеками на количество. А сейчас есть какие-то события? Или август все-таки месяц тухлый, да, ничего не происходит? — Нет, ну, август лучше, чем это был июль и июнь, потому что мы видим, что последние дни, несмотря на то, что обороты маленькие, они все-таки возрастают. И как знают управляющие, как знают трейдеры, что месяц август, он является по большей части месяцем восстанавливающим после майской коррекции, так как очень часто у нас в мае происходит коррекция вниз. Поэтому сейчас мы наблюдаем все то же самое после коррекции, которая у нас была. Индекс МВБ пытается закрепиться выше 1450 пунктов. Наверное, здесь стоит отметить, что 1450 пунктов мы на протяжении около двух месяцев в семь раз туда ходили, и семь раз не могли его пробить. Сейчас мы его пробили и пытаемся закрепиться выше. Если мы там закрепляемся, это говорит о том, что в августе на рынке начинают приходить какие-то свежие деньги. Я бы сказал, что за почти полтора-два года инвесторы уже устали что-то ждать плохое, потому что все что-то ждут, а ничего существенного плохого так и не происходит. Поэтому естественно, что кто-то уже начинает рассматривать текущий уровень как для покупок. Понятно, что здесь есть какие-то риски, но вы же понимаете, что рынок акций – это вообще высокорискованные активы, поэтому инвесторы понимают, что они могут при этих рисках, они могут получить выгоду намного большую, чем будет далее. Поэтому я считаю, что в случае закрепления выше 1450, у нас есть все шансы уйти на новый уже уровень сопротивления от 1500-1550 пунктов. В целом я смотрю на рынок позитивно, думаю, что вполне возможно, нас в ближайшее время может ожидать какая-то небольшая коррекция, пока ниже 1400 на уровне поддержки, ниже этого уровня я не жду. Думаю, что, наверное, еще в сентябре вполне возможно ждет какая-то коррекция после августовского роста и думаю, что уже до президентских выборов США вполне возможно нас может уже ожидать такой небольшой рост. Предвыборный ралли, как говорят. Ну, я прошу прощения, Олег, а тем не менее, история с Европой-то, она что, все на второй план, все там хорошо? Нет, просто… Все проблемы решили? Ну, видимо, европейские политики, которые создавали этот негативный внешний фон, они ушли в отпуск, и вот теперь возвращаются… Некому больше создавать фон европейский. Все пока отдыхают, ничего там особо не изменилось, сегодня выходила статистика по Европе, в общем, все достаточно пессимистично. Ну да, еврозона в рецессии, да, судя по ВВП предварительному. Еврозона в рецессии, по ВВП, там ZEW, немецкий индекс хуже ожиданий. Там в анекдоте, все в порядке, Бобик сдох. Ну, приблизительно так, да. Тем не менее, вот попытки роста все-таки наблюдают. Ну, а… Это нервы? Ну, нет крупных продавцов на этом рынке. Рынок, в общем, я оцениваю, что публика настроена пессимистично, а здесь есть такой нюанс, что у пессимистично настроенных людей легче деньги отнимать. Они, ну, как бы заранее, согласно с тем, что… Они их потеряют. Да, они их потеряют. И поэтому рынок вот вытягивает так жило. Тренд такой волатильный, колебательный, то есть мы там на 5% вырастим, потом на 3% упадем, люди исполнят свои стоп-лоссы, кто-то придет, эти стоп-лоссы соберет, опять наверх загонит, опять все копят. Ну, в общем, такая вот… Нормальная рутина такая, нормальная рыночная жизнь. Ну, тем не менее, Миш, да, тренд-то восходящий все-таки. Мы очень часто говорим о том, что летний месяц, ну, как минимум август месяц точно, да, он сопряжен с тем, что падают объемы, народ ходит по пускам, и мы болтаем с каком-то, может, не очень широком диапазоне. Вот. А судя по твоим высказаниям, все-таки, да, верхняя граница пробита, и мы смотрим вверх. Ну, я не знаю, как закроется сегодня индекс, но если в случае, если мы закрываемся хотя бы на процент выше уровня 1450, это говорит о том, что мы можем уже идти на новые уровни. Я, наверное, здесь отмечу тот факт, что действительно мы сейчас видим, если кто посмотрит график чисто технически, индекс МВБ, то действительно наблюдается, ну, среднесрочный растущий тренд здесь, спорить бесполезно. Конечно, можно играть против тренда, да, он волатильный, но тренд все равно идет сейчас растущий. Что касается перспектив этого тренда, здесь, наверное, все будет зависеть от одного. Здесь не нужно смотреть на статистику, можно только так для общего понимания рынка. Куда мы пойдем дальше, будет понятно лишь по одному, это как и когда будет стимулирующая программа четырех крупнейших центробанков. Вот если Китай, ЕЦБ и ФРС уже что-то где-то в преддверии, то совсем недавно, точнее это было вчера, Банк Японии также заявил, что их не устраивает падающий ВВП, который у них последний вышел хуже, чем ожидались. И они также, скорее всего, будут стимулировать свою экономику. Учитывая, что я не раз говорил, что каких-то новых способов при текущей капиталистической системе мировой экономики не выдумано, то я думаю, что вот это стимулирование, оно будет проходить до самого последнего конца, пока рынки не восстановятся. Другой вопрос, поможет ли это рынкам, да или нет, но, как показывают действия ФРС США в 2008 году, это способно действительно остановить кризис. самое главное, чтобы это не делать, как это делает уже два года ЕЦБ вместе с Германией, именно не имея какой-то одной позиции, занимаясь пустой болтовнью. Поэтому я думаю, что если бы в ЕЦБ был орган что-то типа ФРС, который принимал непосредственно реальное какое-то участие в экономике, то я думаю, что и вот этого два года топтания на месте тех же фондовых рынков у нас просто бы не было. Замечательно, давайте обсудим эту интересную тему после небольшого перерыва. Добрый вечер, уважаемые слушатели, это Финам.ФМ, программа «Сухой остаток», меня зовут Олег Дмитриев, продолжаем наш разговор о текущей ситуации на фондовых рынках, обсуждаем основные события. Сегодня у меня в гостях Олег Шагов, аналитик «Промсвязь банка» и Михаил Молодов, директор департамента торговых операций и инвестиционной компании «Максвилл Капитал». Еще раз добрый вечер, коллеги. Добрый вечер. Ну что ж, вернемся к событиям, событиям, да, событий не так много, но тем не менее, если говорить в глобальном смысле, да, то мы прежде, ну прежде, не прежде, ладно, не будем приоритеты высадать, но мы незабываемо все-таки не исчерпавшим себя кризисе еврозоны, наверное, да, просто сейчас как-то все это затихло. И вот, Миша, собственно, я попрошу тебя продолжить, сейчас говорил о том, что сложишь ситуации, да, действительно, в нынешней действительности никаких других способов, да, простимулировать экономику нет, как вот в разного рода, в разном виде так называемые количественные мягчения, ну кто-то там непосредственно станок включает, да, кто-то долги плохие выкупает, завуалированно. Ну давай об этом поговорим, насколько подобная ситуация спасет экономику еврозоны, если предположить, что ЕЦБ все-таки, наверное, хотя по некоторым слухам он все-таки присутствует постоянно на долговом рынке, да, он как-то... Да, ну присутствует, я бы, наверное, здесь вот есть такой очень интересный фактор, наверное, кто был на отдыхе, понятно, что это не показатель, но тем не менее, кто общается с людьми и оттуда, ну прежде всего с южных стран, это Италия, Испания, Греция, Кипр, кто там отдыхал, они, соответственно, я думаю, что общались с местными, ну на самом деле, что такое кризис еврозоны, да, он присутствует, но мне кажется, цифры, которые мы видим, они не всегда отражают ту реальность, которая реально есть в стране, потому что люди, в принципе, нормально живут, да, многие там живут лучше в стране, где кризис, многие живут лучше, чем живут, допустим, люди в России, скорее всего, там просто... Где нет кризиса, надо добавить. Да, где нет кризиса, просто, понимаете, да, почему именно южные страны, надо подчеркнуть, находятся в так называемом кризисе, который вот громогласно все время объявляется везде, потому что именно южные страны не привыкли экономить, именно южные страны не привыкли платить налоги и не умеют их собирать. Этот фактор, он приводит именно к тому, что просто эти государства не умеют вести, скажем так... Бизнес. Ну, не бизнес, наверное... В таком государственном смысле. Да, сбор налогов со своих граждан, потому что вот подойдете к какому-нибудь ресторатору и спросите, кто у вас работает. Допустим, официант работает неофициально, плюс он получает пособие. То есть половина работающих людей работают неофициально, получают там пособие, не платят, естественно, работодатели и налоги, они говорят, а зачем платить, у нас в стране кризис и, собственно говоря, надо как-то выживать. Поэтому, понимаете, кризис, слово, все его повторяют, но мне кажется, это в очередной выдумке очередных, так скажем так, финансистов из определенных структур, которые мы все прекрасно их знаем, что они у нас любят все это выдумывать. Поэтому я бы, наверное, именно сказал, что этот кризис, он разрешаем, разрешать, разрешить его может в принципе действительно, наверное, на текущий момент только одна страна, это Германия. Нужно просто желание. Сможет ли пробить Германия свои вещи, которые она хочет экономически, это прежде всего единая бюджетная политика, единое регулирование госбюджета. Я думаю, что к этому надо идти, ЕЦБ к этому рано или поздно придет, скорее всего, во главе будет действительно та же Германия, возможно, там Франция. Но без этого никуда не деться. И я думаю, что вот эта тема кризиса Европы, она уже настолько преувеличена, но просто уже иногда, когда смотришь очередную новость про Еврозону, ну уже даже вызывает это смех. Поэтому я бы, наверное, считал именно тот фактор, что, наверное, еще полгода и просто про кризис, просто слово кризис в Европе просто уже не будет произносить, и все будет замечательно. Мы забудем про него, да? Да. Олег, а ты смеешься, когда слышишь про кризис Европы? Нет, я не смеюсь, там людям действительно трудно, и если посмотреть на статистику, например, по безработице в Греции, то там 23% безработицы. Ну не до смеха, да? Да. Ну они там 25. Да, да, вот, кстати, вот по поводу безработицы, извиняюсь, перебью, да, эта статистика, она как раз и отражает вот этих людей, которые на самом деле работают, но получают пособие. То есть они работают неофициально, да? В официальных сводках они как бы безработицы? Да, конечно, конечно, вот и вся вот эта безработица. Олег? Безусловно, есть ложь, наглая ложь и статистика, но тем не менее это официальные цифры. Мы сейчас о чем говорим, о лжи или наглой лжи, или о статистике? Мы говорим о статистике. Я как аналитик опираюсь на официальную статистику. Другого выхода нет, конечно. У меня нет других цифр. Я хочу сказать, что среди молодых людей, опять же, по статистике, там процент безработицы за 50 процентов. Ну, может быть, кто-то из них где-то как-то подрабатывает, но человек, не имеющий реального работы, не имеющий средств, ну, там же не только в работу упирается, но это и социальное исключение. Ну, и просто пресловутый взгляд в будущее. Да, а что в будущем это грозит социальным взрывом, на мой взгляд, если ситуация будет ухудшаться. И здесь просто кризис может повернуться в другую плоскость в Европе. Опять там начнет бродить какой-то призрак. О, не дай бог. Вот. И вот это, на мой взгляд, самая большая угроза. Показывает история, да, тут социальная неопределенность, она выражается вот так. Она выражается, да. Особенно на фоне роста продуктов питания по всевестному мире. Мы получили там африканскую какую-то весну неожиданно, да, здесь мы можем получить в Европе тоже какие-нибудь неприятные эксцессы. Ну, то есть, другими словами, да, проблема-то все-таки не решена, и она сейчас так немножко притихла, притухла, да, но она такой томящийся вулкан, да? На мой взгляд, именно так все и происходит. То есть, кризис как-то потух, он же не идет равномерно там каждый день какой-то кризис, а он идет какими-то вспышками, обострениями, которые там выражаются в столкновениях определенных групп, людей. Сейчас период летних отпусков. Да, да. Люди решили отдохнуть. Да, с точки зрения столкновений, да, решили сделать паузу. Паузу. Хорошо. Что касается еврозоны, да, возможных там решений ЕЦБ, мы с вами поговорили, а если вернуться, ну, или там, посмотреть на Штаты, да, как ведущую мировую экономику, и близость, да, ежегодного выступления господина Бернанке в конце августа, и опять пресловутая, да, надежда, ну, с точки зрения участников рынка, наверное, надежда на... Очередной КУЕ. Да, очередной КУЕ, вот как оцениваешь эту вероятность? Я считаю, что пока в Штатах все гораздо лучше, чем где бы то ни было, вот последние данные выходили буквально сегодня по различным продажам, они показывают, что особых проблем нет. Американские индексы находятся вблизи своих годовых максимумов, там буквально им осталось переписать их. Я не думаю, что вот в таких условиях ФРС будет спешить с применением КУЕ, оно будет ждать, возможно, какого-то ухудшения ситуации, если такое произойдет. И оно может прийти из той же самой еврозоны, или еще откуда-нибудь. Мир настолько непредсказуем, что мы даже не можем себе представить, что может случиться там через какое-то время, и где тонко там опять разорвется. Где опять порвется. Да, где-то опять порвется. Поэтому я думаю, что Бернанке в области опять пообещает оказывать помощь экономике всяческими этими, но это будет... Пристально следить, да? Да, пристально следить, но это будут чисто словесные интервенции, и никаких новых мер, видимо, в ближайший месяц предпринятой не будет, поскольку текущая обстановка, она достаточно спокойная, и не предполагает вот пока какого-то резкого ухудшения. Вот Миша упомянул, ну, резонно упомянул Китай, не далее, как на прошлой, по-моему, неделе, да, выходила инфляционная статистика, и, собственно, она так порадовала народ. Вот в этом смысле, да, Китай будет в этой очереди на количественное смягчение? Как ты думаешь? Ну, количественное смягчение там происходит уже, если не ошибаюсь, несколько месяцев. Вопрос, наверное, в том, что насколько это количество смягчение действует сейчас для китайской экономики. Ну, в целом, я думаю, что если они продолжат свою политику, скорее всего, это возымеет какое-то действие. Ну, в целом, опять же, по поводу, если брать в целом количественное смягчение и, допустим, брать американские индексы, то, что они находятся на хаях, ну, я вам честно скажу, то, что американские индексы находятся на хаях, это не значит, что они могут фактически торговаться на месте, а все остальные развивающиеся рынки будут показывать ралли. Это, в принципе, в самом деле разумно. На хаях американские рынки сейчас находятся по той же причине, почему находятся на low treasury с десятилетней, да, американские. Просто американский рынок рассматривался на последние, наверное, на протяжении двух лет. Как раз, когда все везде падало, американский рынок вырос, если не ошибаюсь. За это время там, ну, когда все упало, там росло, рассматривают как защиту своих активов. Поэтому все просто покупают американские акции в долларовом эквиваленте, покупают трейджерис. Соответственно, как только эти риски, риски я имею в виду различных по поводу рецессии европейской экономики, другие риски замедления экономического роста уйдут, поверьте мне, американский индекс будет торговаться хуже всех остальных индексов, а на других индексах мы будем наблюдать ралли, потому что как раз те деньги, которые освободятся там, они все хлынут на все остальные рынки. Поэтому я бы, наверное, не стал как индикатор брать, что вот американский фондовый рынок находится на хаях, а все остальные вроде как там на low. Я бы наоборот говорил, что пока американский рынок находится на таких хаях, да, то рост на других рынках не будет, потому что все деньги аккумулированы просто в Америке. Олег, согласен? Ну, опять же, если говорить о ситуации в Америке, то на мой взгляд там свой рынок и инвесторы, которые торгуют на американском рынке, они с трудом переходят там на какие-то. В основном здесь, если к нам приходят деньги, то через какие-то фонды там. Ну, то есть, так напрямую не завязан, да, американский я не думаю, что вот человек, который там торговал NASDAQ-ом или там S&P, или вот он бросит это все и пойдет торговать UX-ом РТС. Я вот не верю. Они там своими торгуют, мы своими, у нас просто как сообщающиеся сосуды. Если деньги там, то, конечно, мы выглядим похуже, но мы выглядим не самыми плохими. То есть, если брать на протяжении года, там, Украина хуже нас, Китай похуже нас выглядит. Мы болтаемся где-то между максимумом и минимумом текущего года посередине. Не так все плохо, ну и недостаточно хорошо. В общем, как серединка на половинку, я бы так сказал. Ну, если говорить, давайте так, хотя бы в ближайшей перспективе, вот до конца августа, можем мы какую-то существенную динамику увидеть именно до конца августа? Все-таки я повторю, что август это последний летний месяц, да, и малые объемы, отсутствие игроков. Значит, какой степень определяет, да, вот это движение? Да, ну вот мы, начиная с середины последней декады июля, 25-26 июля, растем в таком повышательном легком канальчике, где-то сейчас приблизительно в середине его находимся. Мы можем как пойти вверх, то есть к отметке там 1500 пунктов, но можем скорректироваться куда-нибудь к отметке там 1430, это, кстати, мы недавно буквально видели. И там же, может быть, там чуть-чуть пониже опуститься. Я прошу прощения, давайте продолжим разговор после новостей. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, финам.фм программа «Сухой остаток», меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем разговор о ситуации на фондовых рынках. В гостях, напоминаю, Олег Шагов, аналитик промсвязь банка, и Михаил Молодов, директор департамента торговых операций инвестиционной компании «Максвилл Капитал». Уважаемые слушатели, также напоминаю, телефон в студию 6510, 99,6, сайт финам.фм, можете задавать свои вопросы, потому что именно сейчас, я думаю, самое время, если не дать прогнозы, то поговорить о каких-то более мини-конкретных вещах. Олег, я прервал перед новостями разговор о том, как мы видим индекс ММВБ. То есть, пока мы находимся в рамках такой локальной растущей тенденции, она еще не завершилась, и, соответственно, предполагать можно, что она и продолжится. Сейчас у нас в моменте какая-то консолидация чуть выше отметки 1350 пунктов. Если выходим из нее вверх, то мы идем куда-то в район 1500 пунктов, там плюс-минус 10 пунктов, в зависимости от того, когда и куда вы. А если вниз, то можем опять скорректироваться к отметке там 1430, ну, может быть, даже там пониже чуть-чуть. Ну, пока объемы торгов маленькие, агрессивных продаж не видно, соответственно, предсказывать что-то катастрофическое, что вот начнется обвал, ну, я не вижу смысла. На мой взгляд, кризис, он начинается, когда там индекс МВБ начинает падать там двузначными процентами там за месяц, там 10 процентов или что-то такого. Ничего подобного в последние месяцы не было. Вот май, тут скорее правило такое, что май все так падает. И, в общем, я воспринимаю пока рынок как достаточно спокойный. Понятно. Ниша? Ну, здесь, наверное, я бы предостерег инвесторов, не забывайте, что есть такое событие, ну, на российском фондовом рынке, это экспирация опционов, она, это событие очень сильно влияет на рынки. Давай мы сообщим об этом, да, когда это событие у нас продолжается? Ну, у нас, если брать месячную экспирацию, то она пройдет у нас завтра. Соответственно, квартальная, да, это 15 сентября. И именно, наверное, до 15 сентября рынок будет себя вести очень даже интересно и вполне возможно, он будет как-то вести себя немножко отстранен на других фондовых площадках, я имею в виду мировых. Поэтому у инвесторов, наверное, я бы пристальное внимание именно смотрел сейчас на экспирацию. Ну, наверное, месячную я не буду брать, которая будет завтра, но квартально, это очень важное событие, я напомню всем, что именно после квартальной экспирации 15 марта фондовый рынок больше своих максимумов года не показывал. Поэтому здесь надо быть аккуратным и, наверное, как-то на всякий случай страховать свои риски. И, скорее всего, после 15 сентября нас будет ждать очень сильно движение. И движение, оно может как сильно быть вверх, как так сильно и вниз. Но движение, оно, по идее, после экспирации должно быть очень сильным. Поэтому август, я, наверное, смотрю, это приблизительно текущие диапазоны. Так и будем торговаться. 1400 будет у нас поддержкой. Тысяча, наверное, пробив 1450 уже получается 1500 у нас будет. Это ближайшим сопротивлением. Ну, соответственно, наверное, под экспирацию, может быть, попытаются потащить рынки вверх именно под экспирацию опционов. Но здесь, наверное, опять же, для инвесторов стоит обращать внимание. Это прежде всего на цены на нефть. И именно учитывая, что наши рынки последние полгода 100% коррелиют с ценами на нефть, то понятно, что если цены на нефть будут падать, то какого-то счастья уже ждать, наверное, просто не стоит. Счастья хотелось бы все-таки, несмотря на цену на нефть. Но я соглашусь. Тогда, если позволить небольшой резюме, мы говорим все-таки о диапазоне каком-то, да, пусть чуть-чуть повышательный, да, верхняя граница там растущая. А торговые рекомендации какие? Если все-таки работать внутри этого диапазона, в разные стороны все-таки вставать? Или как-то стараться одну какую-то позицию занимать, бычью или медвежью? На мой взгляд, обычно в таком волатильном, слегка повышающемся канале лучшей стратегией является покупка на откатах. То есть, когда проливают, вот, и видно, что продажи иссякают, интенсивный стиль, скажем, рынок уже начинает постепенно восстанавливаться после очередной продажи. Ну, не знаю, кого-то вывели на стоп-лосса, там, кто-то решил в очередной раз уйти там с рынка. Вот, тогда к этому подключаться и на очередной волне роста пытаться поймать. Что касается конкретных акций, тут я слышал, что Максвелл своих демонов научил отбирать горячие акции. Ну, помните, был такой демон Максвелла? Нет, не помню. Это твой огород, я так понимаю, да, сейчас? Ну, расскажи про демона, во-первых, да, а потом и про Максвелл. Не знаю, какие демоны у нас все по-божески. А что за демоны, Олег? Ну, это из термодинамики. Был такой виртуальный объект демон Максвелла, который отбивал горячие молекулы и холодные молекулы, разносил их по разные стороны сосуда. Я вот тоже самое про акции пошутил в отношении Максвелл Капитал. Максвелл Капитал. Миш, ну, бог с ним, с Максвеллом, который молекулы разбирал, да? Давай разберем основной набор бумаг. Какие-то есть рекомендации? Да, ну, рекомендации, наверное, они тоже просты. Что, наверное, советовать инвесторам? На таком рынке покупайте то, что растет. Это правило всегда работает, и это правило всегда приносит какой-то доход на таком вяло текущем растущем тренде. Но, но, есть такое но, что в случае, если происходит какое-то очень важное событие, которое повлияет сильно на рынке, ну, допустим, давайте возьмем это событие, назовем Q3, да? То, в случае того, что господин Бернанке объявляет там в августе и в сентябре, что будет Q3, то я рекомендую инвесторам тут же перекладывать большую часть своих денежных средств в акции металлургии и акции энергетического сектора, потому что, как показывает практика, именно данные акции подвержены, учитывая, что еще ликвидность там не самая большая, они подвержены сильной динамике и в случае, соответственно, хорошего события эта динамика, она сильно вверх, поэтому, наверное, инвесторам как раз уже вот из этих акций, так скажем, которые на притяжении тренда в основном росли, из этих акций перекладываются как раз в менее ликвидные акции металлургического сектора и энергетического сектора, так как именно они дадут больше всего прирост. Понятно, Олег? Ну, обычно акции для игры они отбирают перед началом торгов, в процессе торгов. Это внутридневная торговля, ты имеешь в виду? Да, я думаю, что прежде всего это корпоративные новости, по которым мы видим, что сейчас достаточно активно играют на таком вялом рынке в целом, бывают всплески в отдельных акциях, там поступают какие-то корпоративные новости, акции там выдирают на 5-10%. Ну, последние примеры там, пожалуй, это, наверное, Ростелеком, НОМК, хорошие отчетности. Я думаю, что эта ситуация тоже будет повторяться. То есть, я думаю, что в этих бумагах уже достаточно трудно ожидать столь бурного роста, который уже был. Но на подходе еще масса других позитивных корпоративных новостей надо просто изучать. Просто надо следить за ними. Да, следить, изучать календарь, смотреть на то, что будет находиться в фокусе рынка и не лениться пытаться отобрать перспективные такие горячие акции, на которых можно заработать. То есть, лучше переходить с одной акции в другой, ликвидности на всех не хватает, рынок растет так фрагментарно, то там вспыхнет, то здесь вспыхнет. Ну, то есть, в любом случае мы рассматриваем некие краткосрочные стратегии, да, такие спекулятивные? Мы рассматриваем до конца августа краткосрочные стратегии, потому что вот я бы напомнил высказывание лившица, что российский цикл известен, летом жарко, зимой холодно, весной реформа, а осенью кризис. Вот, и может быть, от нас осенью и ждет какой-нибудь очередной кризис, непонятно. Кстати, к разговору о кризисах, у нас месяц август, он традиционно в сознании, ну, как минимум, мне кажется, да, российского обывателя, он сформировался таким негативным, потому что в августе все время какая-нибудь у нас, пардон, неприятность возникает. Есть сейчас ожидания неприятности? Ну, есть ожидания неприятности, связанные с тем, что, например, немецкая разведка, она предупредила о том, что есть вероятность совершения терактов на территории Европы. О, как! Да, и такое нельзя исключать нигде. Причем, вот, террористы, они меняют тактику, и, по сути дела, сейчас используется тактика одиночного волка, которого трудно вообще говоря, распознать и вычислить. Естественно, подобный теракт, он может, там, повлиять определенным образом на настроение, в зависимости от того, где он будет проведен и каким образом. То есть, вот... Ну, мне кажется, даже вне зависимости от того, где он будет проведен, да, первые реакции-то понятные. Ну, как... Все сразу бегут. Да, башни-близнецы тогда рухнули, и рынок рухнул. Ну, я не думаю, что будет... Подобного масштаба, да. Подобного масштаба, да. Все равно есть риск того, что... Кстати, мы говорили несколько... некоторое время назад, ну, я связываю вот этот разговор с Олимпиадой, да, в Британии. Мы говорили о том, что тоже существуют подобные риски, да, потому что мероприятие такого масштаба, да, оно всегда пристально на него, всегда весь мир смотрит. И если, не дай бог, слава богу, все обошлось, вот, ну, если, не дай бог, да, что-то бы случилось во время этой Олимпиады, то наверняка и вы бы увидели тоже, да, какие-то события. Ну, понимаете, сейчас вот то, что мы... Конечно, теракты, они возможны, но это я бы отнес эти события все-таки к форс-мажорным обстоятельствам, то есть это события, которые невозможно прогнозировать. Поэтому понятно, что мир сейчас, он вообще, по сути, с каждым годом становится все неспокойнее, ну, что поделать, в такое время живем, здесь, как говорится, мы ничего не выбираем. Времена не выбираем. Да, времена не выбираем. События, которые, наверное, действительно могут повлиять сильно на рынок, я бы, наверное, отметил, возьму опять, уйду от Европы, возьму Америку. В Америке у нас это два события, отбросим к Ю3, это потолок госдолга, первое событие, второе событие, это заканчивается налоговое послабление, которое дал еще господин Буш. Вот, наверное, вот эти два события, которые очень сильно могут отразиться на фондовых рынках и, соответственно, именно принятие этих событий, то есть урегулирование этих событий, оно может успокаивать рынки. Конечно, а по календарю можно как-то это конкретизировать? Вот с госдолгом, я помню, в прошлом году это как раз конец августа, да? Ну, госдолг, да, это как раз там совпадает, на самом деле инвесторов ждет очень веселое, наверное, август-сентябрь, конец августа, начало сентября, потому что там совпадает очень много событий и я не хочу, чтобы у нас произошло то же самое, что как с 2008 года, что август все ждут, что что-то произойдет плохое, надеюсь, в этот раз не состоится, а произойдет, наоборот, очень что-то хорошее. Поэтому вот эти очень, вот эти именно события, они должны как-то повлиять сильно на динамику рынков. Ну, в целом, опять же, если брать, что в США будут президентские выборы, естественно, что будет делаться все для того, чтобы действующий президент господин Обама смог пойти на второй срок, чтобы выбрали избирателей, а для того, чтобы выбрали избирателей, соответственно, будет делаться все, чтобы эти избиратели почувствовали, что государство как-то заботится о них. Поэтому думаю, что ничего существенного из того, что я перечислил, в негативную сторону не должно произойти. Ну, а государство каким образом в оставшееся время Обама может показать, что он заботится о американцах? Олег, почему он такого? Я думаю, что вот до выборов в Штатах все будет относительно спокойно. Потому что, ну, видимо, будут предприниматься какие-то меры для того, чтобы там и безработицу чуть-чуть снизить и, возможно, цены на бензин чуть-чуть припустить. Но пока этого не видно. Но сезонной фактор такой, что сезон ураганов заканчивается, и, в общем, тут тоже можно рассчитывать на некоторое снижение цен. А безработицу это будут рисоваться цифры будут? Или есть какие-то механизмы все-таки? Я думаю, что есть возможности тех же корпораций для найма, частных корпораций. То есть там количество вакансий, насколько я помню, оно опять поставило там какой-то новый рекорд. То есть, в принципе, есть вакансии, и они могут наполняться. Плюс сезонный фактор уборка урожая. Все это может оказать влияние на некоторое снижение уровня. У нас есть такой ключевой индикатор, да? Это Non-Farm Payrolls. Он как раз там сезонный... Сезонные отрасли не учитываются, насколько я помню. Сезонные отрасли не учитываются, но он как раз последний... Я прошу прощения, очень интересно продолжим после новостей. Ну что ж, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. И последняя часть нашей сегодняшней программы, тоже в сухом остатке. Напоминаю, мы обсуждаем ситуацию на фоновых рынках, говорим об основных событиях и даже пытаемся прогнозировать ближайшие движения на финансовых площадках. У меня в гостях профессионалы этого дела, безусловно. Это Олег Шагов, аналитик «Промсвязьбанка» и Михаил Молодов, директор департамента торговых операций индиционной компании «Максвилл Капитал». Итак, значит, у нас есть вопросы, но я хотел бы все-таки, да, фразу прервали мы на новости, когда вы ходили. Мы говорили о том, что в преддверии выборов, да, рынок... Скорее всего, эти вопросы будут, ну, как бы спускаться на тормоза и решать их будет уже новая администрация. Пока лидирует Обама, и, видимо, он уже будет заниматься, если бы... Он же будет и новой администрацией. Да, формировать, и это будет решаться уже после президентских выборов, которые там в начале ноября должны в Штатах состоять. То есть у нас получается такая история, да, краткосрочно, до конца августа мы нарисовали картину маслом. Она связана с тем, что лето, нет событий практически никаких, малый объем, ну и так далее, да. Дальше, дальше, мы, да, в сентябре выходим, я так представляю, дверь открывается, входим в сентябрь, и там у нас в перспективе, да, в ноябре выборы. Потом чуть ближе, да, пересмотр госдолга наверняка потолок превысит, потому что традиционно это происходит, да. Выступление господина Бернанки и, еще Миша заговорил, экспирация, да, квартальная экспирация 15 сентября основного набора опционов. Вот, собственно, ближайшие события, и мы на них с вами рассчитываем. Но давайте я прочту вопросы с сайта. Денис из Москвы, наш постоянный слушатель. Ну, это возвращаемся в Европу. Добрый вечер, пишет Денис, был в Германии всю прошлую неделю. На слуху две вещи, ну, это даже не вопрос, наверное, да, замечание Дениса. На слуху две вещи в Германии, я так понимаю. Возврат марки и война в Иране. Израильтяне активно вывозят родственников в ожидании войны. Во как! Так, это Денис, так я понимаю, ходил по улицам Германии и подслушивал. Ну, по поводу возврата марки, мне вот эта вот тема интересна. Насколько это реально, Олег? Ну, согласно опросам общественного мнения, в Германии сейчас уже более 50% немцев хотят возврата марки. Ну, представьте себе, что этот процесс будет происходить в течение очень короткого времени, что Германия откажется от всех своих обязательств. Плюнет хлопнуть дверью, да, и вот она марка, такого не бывает. Мне представляется, что при нынешней администрации немецкой такое представить себе сложно. Если там поменяется власть, если там придут какие-то другие люди с другой программой, которые могут там пойти навстречу рядовым немцам, которые хотят вернуть марку, тогда это возможно, но это все равно будет достаточно сделать сложно. То есть, теоретически такая возможность существует, но на горизонте, скажем, до конца года представить это сложно. Ну, это не такой большой горизонт. Я, извини, пожалуйста, хотел спросить, с точки зрения рядового немца, я рядовой, но не немец, и тем не менее, вот пытаюсь, да, в его шкуре сейчас представить, вот ему какая вообще, какой интерес в возврате марки? Что ему не нравится, рядовому немцу? Я думаю, что им не нравится то, что Германия платит за еврозону. Но рядовой немец это как-то чувствует? Я думаю, что... Или просто за державу обидно? Да, он считает, что он чувствует. То есть, ему, рядовому немцу, так же тяжело средство массовой информации. В Германии говорят, что, ребята, вот у вас... Мы же с вами кормим всю Европу практически. Запада не растет, а вот вы посмотрите... Как жируют, да, эти греки? Ну, я не хочу называть там конкретных... Хорошо, не будем называть. Как жируют эти? Да, как жируют вот эти вот, которые там за рубежом, и, в принципе, марка там до сих пор где-то как-то циркулирует, то есть она принимается немецким банками, вот, ну, обменивается там, конвертируется. Курс там, по-моему, 1,95-58. К евро... Ну, Блумберг тот же самый, он до сих пор тянет в качестве котировок, там, немецкую марку. Против доллара? Да, да, да. Не замечал. Вот, и тут подобного выхода Германии, то есть, в принципе, можно принимать ставки, кто первый выйдет из еврозоны, это Греция или Германия. Или Германия. Или обе сразу, то есть вот еврозона без двух Г, она может тоже существовать. Вот как? А почему нет? Любопыт. Ну, без одного Г я допускаю существование еврозоны. Там потом два и будет. Да, да, да. А вот если говорить о Германии, да, и Германия выходит, ну, первая или, может быть, там, вторая. Еврозона, она останется в этом случае? Ну, имеется Евросоюз в том виде, о котором мы говорим, да? Зона хождения евро. Мы перешли в область каких-то таких гипотетических... Гипотетические, ну, сейчас самое время нам помечтать. Ничего подобного пока предпосылок нет. Никаких нет. Никаких нет, реальность. В принципе, ты... И Грецию-то никак, да, это фантастика. И Грецию-то никак не отпустят, да, бедную. А уж, что там говорить о Германии. Ну, тем не менее, вот, видите, Денис наслушался там каких-то вещей по этому поводу. Но я... Не будем обсуждать, да, я думаю, ожидание войны в Иране. Я бы хотел вот о чем поговорить. Поскольку уж мы, видите, тут и вспомнили опять евро и даже марку. Давайте к рублю к нашему вернемся. Я думаю, что большинству наших слушателей интересна история с рублем все же. Потому что до сих пор циркулируют слухи. Несмотря на то, что все-таки рубль достаточно уверенно держится, да? И некоторое время назад даже, когда мы прогнозировали ближайшие какие-то его движения, 32 рубля внизу, да, там 33 сверху. Сейчас уже и он 31 с полтиной, там нащупал какую-то поддержку. И даже, может быть, есть ожидание, ну, видимо, вот, прежде всего, в связи с укрепляющейся ценами на нефть, ожидание продолжения укрепления рубля. Как ты считаешь, Миша, есть такая возможность? Укрепление рубля такая возможность есть. Но если кто-то ждет, что это будет какой-то ралли в рубле, то, наверное, этого не произойдет. И какие бы цены на нефть сейчас ни были, не берем там совсем какие-то космические уровни 150 и выше. Вот. Соответственно, при текущих ценах на нефть в диапазоне, наверное, до 125 сильного укрепления рубля ожидать не стоит. Я думаю, что в случае, если цены на нефть начнут подрастать и будут в диапазоне 120-125 по бренду, то, скорее всего, рубль будет торговаться в диапазоне около 31 рубля, там 30 пипс выше, 31. Но... То есть, сильно не укрепится он, да? Сильно, я думаю, что он не укрепится. Я объясню, почему. Потому что, к сожалению, реалии сейчас таковы, что у нас сквестован бюджет так, что нам нужны высокие цены на нефть. И именно при высоких ценах на нефть мы можем исполнять бюджет, который был принят на 2012 год. Поэтому здесь, наверное, несколько вариантов. Первый вариант – это то, что этот бюджет, он выполняется только за счет высоких цен на нефть. Это первый вариант. Второй вариант – он выполняется за счет снижения курса рубля к другим валютам. Ну, поэтому я думаю, что будет какой-то паритет в случае растущей цены на нефть. Опять же, рубль будет торговаться в диапазоне 30-31. В случае падающих цены на нефть – это уже другая, наверное, история. Я думаю, что уровень 34 рубля, он обозначился по рублю. 34 рубля – это диапазон цен на нефть приблизительно порядка 95 долларов, может, чуть-чуть ниже. В случае, если мы уходим в диапазон на 80-85, то это как раз новый уровень – 36 рублей за доллар. Если уходим ниже, я даже прогнозировать этого не буду. Не, ну, не буду прогнозировать. В принципе, да, твоя позиция понятна. Я хотел бы вот сейчас о чем спросить. Ты как раз вспомнил майские уровни, да, 34 рубля, когда там тоже мы видели такие достаточно интенсивные движения. Олег, как вот ты думаешь, смотри, многие из наших слушателей, по крайней мере, интересуются возможностью заработать на движении рубля. Но, опять-таки, да, с точки зрения профессиональной, не просто бежать в обменник, да, и лихорадочно там что-то скупать, менять, а применяя определенные технологии. Ну, так вот, неоднократно звучал такой вопрос, что вот в какой момент нужно входить из рубля в доллары, да, для того, чтобы заработать именно на ослабление рубля. Потому что, действительно, вот позиция, ну, по крайней мере, Мишина мне близка и понятна, что сильно вряд ли рубль укрепится. А вот возможность его проседания – 34, 36, да, такая возможность, наверное, более вероятна. Вот с каких уровней можно подбирать, продавать рубль, да, менять на доллар, для того, чтобы попытаться на этом заработать? Ну, я думаю, что торговля валютная на валютном рынке у нас, возможно, рядовому инвестору на фьючерсах, которые торгуются через РТС. Ну, в принципе, она достаточно сложная, она сложнее даже, чем, на мой взгляд, торговля акциями, поскольку факторов здесь больше, они такие латентные, скрытые. Ни одной валютной нефтью, да, вот жив там рубль. Есть потоки капитала, есть налоги, которые платятся, есть потребность банка там в рублях, в долларах, в зависимости от этого. Поэтому научиться в нужный момент входить в рубль, в доллар, это столь же сложно, как научиться бегать там 100 метровку за 9,5. Ну, учитесь, вот, казалось бы, да, 100 метров пробегите за 9,5. Кстати, я прошу прощения про 100 метровку, ямаец какой, да, лось, смотрели? Да, да, это же ужас, что делал он. Ну, куда ж проще, да, вот взял и пробежал за 9,5. Он же может, почему я-то не могу, вышел да побежал. Вот, и я бы сравнил тут вот по скорости принятия необходимых решений, по определению ситуации на рынке, о том, когда входить, когда выходить. Вот валютная торговля, она в этом смысле более динамична. Какой-нибудь прокси на валюту является фьючерс на индекс РТС. Вот во многих случаях он движется в направлении динамики ослабления или укрепления рубля. Если вы будете торговать фьючерсом на индекс РТС, вам стоит этот фактор учитывать, потому что когда рубль слабнет, то фьючерс РТС там обычно тоже плохо себя чувствует. Ну, то есть корреляция есть такая, да? Ну, безусловно, поскольку индекс РТС рассчитывается в валюте, в долларах США, а у нас котировки на МВБ стоят в рублях, то вот этот пересчет, он оказывает решающую роль. Поэтому я бы, прежде чем идти на валютный рунок и пытаться спекулировать на нем, все-таки опробовал бы некоторую систему принятия собственных решений. Но, тем не менее, вот уровень текущий, 37,50, достаточно для того, чтобы менять рубли на доллары в надежде заработать на ослаблении рубля? Или подождать, 30, 29, 25, я не знаю. В любом случае, предпочтительно входить в тенденцию, нежели ловить ее дно какое-то или там пытаться осредняться. Олег, огромное спасибо, Миша, огромное спасибо, время заканчивается, к сожалению, да? Мы сегодня поговорили о событиях, дали прогнозы, уважаемые служители, всего хорошего, успехов на рынке.